Я принимаю первый раз участие на прошлом съезде удовольствия, по некоторым причинам попасть. Очень содержательный был доклад, четко видна та линия, которую ведет КТР по работе с профсоюзными организациями, по защите социальных прав и гарантий нашего населения. И трудно не согласиться с Алексеем Этимовым, который сказал про наступательную стратегию. Именно что я хотел в этом плане выразить, как конкретную идею, конкретизировать такой момент по сокращению рабочего дня. Этот вопрос уже звучал и вчера, коллег его озвучивал, и если вы знакомились с резолюцией, он звучит и сегодня и будет звучать в резолюции нашего съезда. И хотелось бы конкретнее остановиться на том механизме, который сегодня нам предлагает трудовое законодательство, действующее в Российской Федерации. Я не знаю, насколько его тесто используют наши профсоюзы, а это ведение коллективных переговоров за заключение полдоговоров. На сегодняшний день таких коллективных договоров, которые содержат прогрессивные требования, а ими мы считаем, это первое сокращение рабочего времени, доведение заработной платы до стоимости рабочей силы и тому подобное. Этот момент я считаю ключевым. Из-за чего? В основном докладе было сказано о создании первичных профсоюзных организаций и с какими мы сталкиваемся трудностями. Ведь для того, чтобы создавать организацию, нужно свободное время. Кто располагает особо на сегодняшний момент свободное время? Люди, которые связаны с тяжелыми условиями труда, вряд ли. Когда шахтер поднимается из шахты и ему заниматься этим некогда, согласитесь, что пришло то время и прошло уже столь лет, когда введен 8-часовой рабочий день, а производительность труда на сегодняшний момент повысилась в 50 раз. Ну как не сегодня об этом говорить, когда пришел тот момент сокращать рабочий день? Я считаю, на мой взгляд, это позволит решить многие проблемы, которые сегодня стоят перед рабочим движением нашей страны и тех стран, которые с нами солидарны в вопросах рабочего движения и которые носят вопросы социального характера в целом. На сегодняшний момент, поделюсь опытом своей первичной профсоюзной организации, мы разработали проект коллективного договора, который будет проходить обсуждение в трудовых коллективах о поддержке, чтобы потом представить этот договор работодателю и бороться за его уже заключение. Вот именно эти моменты, именно сокращение рабочего дня позволит работникам развиваться, развиваться в плане понимания, как заниматься профсоюзной работой. Это не значит, что ты уйдешь на этот час быстрее домой, это значит, ты останешься в коллективе и будешь работать с коллективом. Как бы себя не вели сегодня работодатели по попиранию прав работников, мы видим еще малочисленное движение в самих профсоюзах из-за того, что есть в сегодняшний момент боязни. Что нам терять, кроме своих оков, как говорил Марта, товарищи? Я все-таки считаю это требование передовым и предлагаю в резолюции маленечко этот момент поправить. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Владимир. Я хочу обратить внимание, что как интересно построена работа съезда, с чего начали? Значит, между прочим, конференции научных, которые провели на экономике, то есть сила любого профсоюзного движения, конфедерации труда России, как и его отрядов, в том числе связи с наукой. Все это очень известны ученым, и они, естественно, делились своими соображениями, и это очень полезно для участия в профсоюзном движении. Вот мы видим в этом залог успеха и стараемся, я имею в виду Фонд Рабочей Академии, внести посильный вклад. Скажем, если отмечать научные работы за последние годы, то написана монография «Развитие профсоюзного движения России», и некоторые из именов людей, которые здесь, президент, находятся там, отражены тоже, потому что они уже в истории развития России, развития профсоюзного движения. Ну а, с вами недавно, выпущена монография и сокращение рабочего дня – это основание современного экономического развития, что, естественно, очень созвучно повестки дня, о которой говорили и вчера, и сегодня. Я хочу сказать, что наука, разумеется, тогда будет влиять на развитие профсоюзного движения, когда осуществляется просвещение профсоюзного движения. И очень приятно отметить, что в КТР действует целый ряд семинаров, они носят некуральный характер, ну и Фонд Рабочей Академии тоже вносит свой посильный вклад, вы знаете, что мы регулярно проводим семинары в Нижнем Новгороде, которые называются «Российский капитет рабочих». Я хочу отметить, что не только Фонд Рабочей Академии участвует, а один из организаторов этого семинара регулярного года – это Федерация Союзов России, которая, как известно, является Штеновской организацией конфедерации «Россия». Я хочу большое благодарность генеральному секретарю Конфедерации «Россия» Сергею Анатольевичу Ковалеву, который все эти годы оказывает поддержку этому семинару и тем самым ввести возможность ввести в свой вклад в большую работу по профсоюзному посвящению, без которой, конечно, не бойко рост профсоюзного членства. Ну и еще один момент. Вся наука марксистская, здесь Маркс вспоминает, для меня, честно говоря, даже было неожиданно, я не ожидал отряда ученых поддержки Маркса, но иногда прикрытый, чуть-чуть такой инстинктивый, но тем не менее, нацеливает на наступающий характер рабочего движения. Вот здесь об этом очень было ярко сказано предыдущими наступающими. И в чем это наступление? Я думаю, что сегодня надо совершенно откровенно сказать, что сокращение рабочего дня до 60 часов в беспоряжении зарплаты будет то знамя, которое способно повести за собой очной юбидизм. Выдвигая эту лозунку, мы с вами не пионеры, я имею в виду профсоюз России. Могу сказать, что с помощью Федерации труда России, вы помните, в прошлом съезд мы подняли компанию, не только по которому сидельцы летного состава, у нас были сидельцы и обедиспечники. После катастрофы 20 октября 2014 года, имя обедиспечник Александр Кругов находился в тюрьме, в следственном изоляторе. И еще двое наших коллег находились в подписке, точнее, под домашним арестом. Ни один из них не был членом ФАД России, чтобы было понятно. Я, это к тому, что иногда проблемы побуждают людей быть членами профсоюза. Иногда результаты деятельности профсоюза побуждают к тому же самому действию вступать в профсоюз. Так вот, Александр Кругов, когда-то был членом ФАД России, потом перешел во Мнуково и забыл написать заявление, и все, не написал. Но повторно он вступил в профсоюзе диспетчеров, написал заявление в камеру. Через три месяца сидели, сидели в той камере среди 11 человек, обвиняемых, но совсем по-другим преступлением, совсем не похожим на его судьбу, на работу диспетчера. Вторая авиадиспетчер, Надежда Архипова, написала заявление на митинге 7 ноября, когда мы проводили во Мнуково митинги в защиту их интересов. И все эти акции, митинги и кампании проводились с помощью Федерации ФАД России, используя и организационные ресурсы, и финансовые, и поддержку наших организаций членов. Вторая работа, не менее масштабная, по результатам спецоценки условий труда, вы знаете, многие вредники, а наши членские организации объединяют те производства, где вредные условия имеют место быть. Так вот, после аттестации многие потеряли дополнительные отпуска, оплату за вредные условия труда и так далее. Представительство в рабочих группах Минтруда через просторожную комиссию ВРТК удалось внести изменения, дополнения, поправки, вернуть фактически те показатели, которые были по результатам аттестации, и давали те бонусы, которые получали наши работники. Внесены соответствующие изменения уже в этом текущем году. Несмотря на сопротивление нашей коллеги с МПР, надо сказать, что они пытались пакетом принять эти поправки, но это сдержало и сдержало на целых 3 года внесения реальных поправок, которые помогали нашим работникам и нашим профсоюзам. Теперь я хочу сказать о деятельности ВПАД. У нас разные были времена, разные боевые действия, как уже следует сказал, о воде и медной трубе действительно проходили. В последние годы хочу сказать, что у нас было падение по численности и по численности даже членских организаций. Как вот только за последние полгода мы приняли около 10 первичных профсоюзных организаций, да, разной численностью, от 30 до 70 человек каждая. Но это результат уже другой работы. Не военных действий с работодателем, а результаты переговоров в результате предшествующих до того военных действий. Должен сказать, что это наша оценка внутренняя, в связи с последними акциями, забастовками, голодовками. Работодатель тоже, видимо, устал, но и работодателю нам удалось все-таки героя России, генерала-лейтенанта военно-воздушных сил снять должности и поставить своего коллегу авиадиспетчера в трошку. Некие наследия, конечно, от старой команды остались, но мы смогли теперь договариваться. И последний результат, который мы имеем. Значит, последние 10 лет по инициативе профсоюза была жилищная программа молодым специалистам. От 600 до 700 тысяч на квартиру молодого специалиста после окончания учебного заведения. 10% первые два года – это плата по итогам работы за год, 15% по итогам работы за третий год. 50% стоимость однокомнатной квартиры при арене жилья. И это все молодые специалисты. При этом, надо сказать, что последний период стал таковым, что у нас молодые специалисты стали очень популярны. Наше предприятие, точнее, и работа стала популярной, и им негде стало трудоустроиться. Профсоюз вышел с инициативой нового характера. Давайте перенаправим средства в пользу старшего поколения, чтобы они имели желание уйти на пенсию. Созданный ранее Негосударственный пенсионный фонд, учрежденный работодателем и профсоюзом, и Минградным профсоюзом, который действует в предприятии численностью 30 тысяч человек. Да, 3 тысячи пенсии негаляка, но каждому ушедшему на пенсию – это корпоративная добавка. Все-таки дает некую помощь. Есть система индивидуальных договоров, если 200 тысяч работник положил, 200 отработодателей. Итого, выходя на пенсию, еще 10-12 тысяч работник получает. Таким образом, это было начало, но еще в 2005 году. Но последний коллективный договор, который мы подписали во всех филиалах Роскопорадов по организации воздушного движения с 1 апреля, мы сделали следующую схему. Пенсионеры, уходя на пенсию, не 6 заработков получали, как они получали, а 12 заработных плат – это некий стимул для ухода на пенсию. При уходе на пенсию наши бывшие работники имеют право отработодателя получить путем. В станаторе раз в три года. Мы, конечно, признаками каждый год. Эти же работники бывшие имеют право на получение льготного авиабилета к месту санктурных уроков. Тоже раз в три года. Вот эти бонусы сделаны не для того, чтобы кого-то ущемить и заинтересовать работодателю, выпнуть, извините за грубость, пенсионеров, а заинтересовать самих работников, уйти на пенсию, построить домик у моря и освободить в то же время рабочие места для той самой молодежи, которая стала иногда лишней на рынке труда. Вот эти вещи неработодательно придуманы. Это все инициатива «Впад России» и, к счастью, она принята работодателям. И все новшества, коллективные договоры, которые мы внесли в этом году, будут еще совершенствоваться. Добровольное медицинское страхование, которое имеется в предприятиях, в отдельных подразделениях, ну, Московский центр в частности, имеем намерение распространить на все 30 тысяч работников. Это такая ближайшая перспектива. Так вот, это, для чего я рассказал, не хвалясь, не хвастаясь, что называется, а для того, чтобы мы понимали, вот эти все наши добрые, так сказать, шаги, они привели к приему тех самых 10 членов новых первичных партсоюзных организаций, которые ранее не стремились. Они понимали, что есть коррективный договор, нам все равно всем будет то же самое. Но видят, кто работает, кто инициирует, кто двигает все эти идеи. Они пришли к нам, но профсоюз помогает. Значит, я думаю, что подобными действиями наши членские организации КТР должны также в отношении своих перспективных организаций расширять количество членов профсоюза, членских организаций, которые будут членами КТР в будущем. Численность нам нужна, важна, и та пенсионная реформа, которая провалилась только благодаря тому, что, или не благодаря, конечно, тому, а в связи с тем, что нас мало. И те гражданские общественные организации, которые нам помогли, они сегодня помогли, завтра у нас разные интересы. А трудовые права нам необходимо будет отстаивать, и отстаивать только при большой численности членов профсоюза. Желаю всем увеличивать численность членских организаций, членов профсоюза, как на негативных последствиях в отношении работников, так и на добрых делах, поступках и решениях. Спасибо.